Приветствую, друзья! Сегодня поговорим про бои на Павлоградской дуге и, конечно, про город Лисичанск, который находится в тактическом окружении. В целом, ситуация на Павлоградской дуге выглядит примерно вот таким образом. Если мы просто проанализируем, что конкретно с городом Лисичанском, то здесь мы тоже увидим на этой карте, что вот, по сути, горловина котла, она сейчас составляет приблизительно 7-8 километров. И через вот эти 7-8 километров еще есть пока шанс у вооруженных сил Украины выйти с города Лисичанские окрестностей. И, конечно, все эти 7-8 километров и вся эта горловина котла, она серьезно простреливается. На данный момент российская армия наступает и, конечно, горловина котла сужается. Сейчас идут бои за Лисичанские НПЗ. И если российским войскам удастся его в ближайшее время полностью контролировать, то тогда, по сути, вот эта крышка котла, она сузится до 3-4 километров. А это уже будет практически, ну, очень и очень опасная история выходить с этого котла. Причем бои сейчас на этом Лисичанском НПЗ идут достаточно тяжелые. Можно обратить внимание на эти фотографии со спутника, где зафиксированы обстрелы конкретно этого Лисичанского НПЗ. И, конечно, сейчас там идет штурм. Все это прекрасно понимает украинское командование, поэтому отступили из Северодонецка. И сейчас идет вывод войск с Лисичанского для того, чтобы понести минимальные потери. И это, конечно же, получается с трудом, но, тем не менее, по контурам расположения украинских войск, можно уже сделать вывод, что Лисичанск будет практически полностью под контролем российской армии в течение недели. Об этом свидетельствуют данные того, что вооруженные силы Украины уже строят отдельную линию обороны, и она уже не предполагает контроль за Лисичанском. На данной карте можно примерно увидеть, где вооруженные силы Украины строят новую линию обороны. Ну, а в это время удар по торговому центру в городе Кременщук обрастает все новыми подробностями. Особенно примечательна реакция, конечно же, западных стран, но об этом чуть позже. Оказывается, все-таки аж с 23 числа уже эти торговые центры приняли решение, чтобы не реагировать вообще на воздушную угрозу. Также ключевые западные средства массовой информации просто моментально начали транслировать новость касательного удара по вот этому торговому центру. Интересно также еще то, что как раз это событие, удар по торговому центру, пришелся на саммит Большой Семерки. И как раз этот саммит Большой Семерки моментально быстро также отреагировал к гневным заявлениям. Как известно, Соединенным Штатам Америки нужно уговорить всех остальных своих сателлитов, чтобы давление на Россию увеличивалось, а, конечно, поставки на вооружение в Украину не прекращались. И обязательно нужно еще, чтобы обязательно средства ПВО максимально предоставили Украине. Это очень дорогая история, которая чревата серьезным обострением отношений с Россией и, конечно же, разрывом экономических связей с Российской Федерацией. И Германия, и Япония, например, они в этом плане очень не стремятся влазить в эту историю. Но, тем не менее, Соединенные Штаты их максимально к этому подталкивают. А тут вдруг оказывается удачный повод, удар по торговому центру. Вызывает удивление еще то, что в момент попадания ракеты по торговому центру почему-то не попал в объективы различных камер наблюдения. Потому что торговый центр находится все-таки не за городом, а все-таки там, где и небо, и прочие окрестности очень как бы серьезно покрываются различными камерами. И мне пришло просто масса материалов от жителей Кременчуга, которые просто удивляются, почему на данный момент еще нету видео попадания. Например, вот эта камера, которая расположена на вокзале Кременчуга, она четко по заявлению местных жителей смотрит над воздушным пространством торгового центра. И она точно должна была зафиксировать момент попадания, каким образом ракета летит и попадает в торговый центр. Но этого видео нету от слова совсем. Мало того, нету ни одного видео, которое подтверждает, что ракета попала именно по торговому центру. Но с учетом боевых действий, чтобы разобраться детально, что же там все-таки произошло и кто за всем этим стоит, нужно задать себе в первую очередь один элементарный вопрос. Кому это выгодно? Ведь при боевых действиях главное это военная целесообразность. И во всем должна быть логика, закономерность и смысл. На войне просто так ничего не происходит. И если просто анализировать, то здесь вот каких-либо военных или политических выгод от удара по торговому центру, там где ничего не находилось, кроме мирных жителей, со стороны Российской Федерации таких выгод просто не существует. Если вы знаете, какие с Российской Федерацией могут быть конкретные военные выгоды, напишите их в комментарии. Мне вот даже интересно, потому что я их не нашел. А вот с другой стороны такие выгоды есть. А вот со стороны западных стран такие бенефициары всего этого, конечно же, имеются. Потому что вот такой удар, он, конечно же, обозлит очень большое количество граждан Украины. Потому что, ну, кому понравится, когда погибают ни в чем не повинные мирные жители. Также западным странам было выгодно, чтобы именно в канун саммита все это произошло, своего-то Большой Семерки. Потому что конкретно заявление Большой Семерки это консолидированная позиция семи стран. Там Канада, Соединенные Штаты, Евросоюз, Япония и так далее. И вот такие события, они, конечно, заставляют союзников Соединенных Штатов Америки больше включаться в этот процесс, который, знаете, боевых действий в Украине, который очень давно уже идет. Ведь втягивание союзников США в конфликт в Украине это ключевая задача для Соединенных Штатов Америки. Потому что это конкретно экономические издержки. И Соединенные Штаты Америки просто жаждут сейчас экономические издержки переложить на союзников. Потому что у них у самих ситуация внутри страны очень и очень сложная. Друзья, теперь небольшое, но важное объявление. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, потому что там можно выложить значительно больше всегда видео, чем на ютубе. Ссылка в описании и первым комментарием под видео. Также намещается новая горячая точка, которая рано или поздно полыхнет. Это, конечно, Приднестровье. И Зеленский уже открыто просто угрожает, что Украина может все-таки нанести удар по Приднестровью. А как известно, в Приднестровье стоят российские миротворцы. Причем делает такие заявления Зеленский на, знаете, брифинге совместном с президентом Молдовы, которая гражданка Румынии официально. А, конечно, Приднестровье расположено между Молдовой, получается, и Украиной. И таким образом, получается, со стороны Молдовы, если будет просто содействие и с украинской стороны будет атака, то это, конечно, для российского контингента. Там грозит серьезными проблемами. Ну а тем временем на саммите Большой Семерки сделали заявление, что Украине выделят 29,5 миллиардов долларов до конца года, чтобы продолжались боевые действия. Причем тех украинцев, которые радуются по этому поводу, то я могу разочаровать. Причем моментально и сразу эти деньги выделяются не просто так. Это, конечно, кредит. А если просто проанализировать, сколько Украина набрала кредитов за 30 лет своей так называемой независимости, то здесь мы просто упремся в цифру, которая открыта, конечно же, в интернете. Это там 53-54 миллиарда долларов. А если мы просто проанализируем, сколько Зеленский уже набрал кредитов и сколько вот сейчас обещают конкретно еще выдать до конца года, то получается, что как минимум в 2-3 раза уже госдолг Украины за этот период увеличился. Это означает, что его следующие поколения уже не отдадут. Нужно будет несколько поколений, чтобы эти сумасшедшие деньги отдать. Именно поэтому сейчас сумма госдолга Украины – это тайна за семью печатями. Потому что Зеленскому крайне невыгодна вообще тема того, что эти сумасшедшие долги нужно будет отдавать. Потому что это главная функция Зеленского для западных стран, чтобы на Украину набирать гигантское количество кредитов. И, конечно, эти кредиты будут брать не деньгами, будут брать землей, недрами, концессиями на 50 на 100 лет и так далее. И поэтому, когда говорят «знание сила», то это в первую очередь касается граждан Украины, которые понимают, что происходит, и которые понимают, что сейчас народ Украины загоняет в сумасшедшую кабалу. А если человек все-таки в своем невежестве продолжает верить, что Зеленский говорит правду, то это, как говорится, уже проблема этого человека. И он тогда, собственно, уже идет совершенно по другому алгоритму. Идет в вооруженные силы Украины, в терраборону и так далее. И начинает, собственно, делать то, что нужно заграничным странам. На этом фоне Еврокомиссия заявила, что Европу ждут газовые потрясения. И, конечно, начала делать план антикризистый, как это все предотвратить. Получается, создает Еврокомиссия проблему, вводит антироссийские санкции, а потом, собственно, героически с этими всеми проблемами борется и пытается их решить. Складывается впечатление, что европейским чиновникам просто было скучно от ничего не делания. И они сами себе решили выдумать серьезных проблем и начать их решать. На этом фоне как-то даже буднично прошла новость касательно того, что Белый дом и рейтинговое агентство Moody's, собственно, объявило о том, что у России оказывается дефолт. Но, тем не менее, рубль на это никак не отреагировал, хотя рыночные механизмы формирования стоимости рубля не присутствуют, их российская власть не отменяла. И, тем не менее, мы видим, что мировая экономика просто игнорирует заявления Белого дома и вот этих так называемых рейтинговых американских агентств. Хотя раньше такие заявления, таких рейтинговых агентств обрушали целые валюты, а сейчас просто игнор. Это говорит о том, что все-таки мир уже переходит в другую эру, где на резервные валюты и на вот эти инструменты в виде рейтинговых агентств западных стран уже мало реагирует мировой рынок. Причины такой реакции мирового рынка, они на первый взгляд не видны, но если присмотреться, то можно увидеть, что все цивилизованные страны начинают потихоньку объединяться в антиамериканскую коалицию, которая сейчас в виде БРИКС формируется, и сейчас в эти объединения БРИКС уже прибавляется еще две страны. Присоединение Аргентины и Ирана к БРИКС – это только первые звоночки, потому что, как известно, очень много стран не устраивает такая вот оголтелая русофобская и, в принципе, китаефобская оппозиция Соединенных Штатов Америки, которые до сих пор хотят просто в приказном порядке управлять мировыми процессами. На фоне этого крупнейшие германские предприятия, химической промышленности прямо говорят о том, что если поставки с Россией газа прекратятся, то тогда им нужно будет закрывать производство и терять сумасшедшее количество рабочих мест и, конечно, сумасшедший объем рынка мирового. Ну, а в Украине в этом время вообще ничего не меняется, потому что там идет, скорее всего, охота на памятники Ленину. Вот больше нечем заняться, как искать по различным заводам памятники Ленину и демонстративно их демонтировать. Но я думаю, что это все равно временная история, и, скорее всего, в ближайшее время всех этих персонажей, кто сейчас демонтирует памятники Ленину, заставят их ставить обратно. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании и первым комментарием под видео. До скорого!